Итак, друзья, второй образец уже спешит к нам, уже у кого-то он постарел. Что же нас ждет дальше? А дальше мы с вами из маленького пула, из компании, которая не имеет своего, по сути, местного производства, но от этого риски, как вы поняли, ни в коем случае не страдают. Мы перемещаемся с вами в вполне существующую, вполне оригинальную, действующую, хоть и молодую винокурню, из той самой Новой Волны, появившуюся сравнительно недавно, винокурня Каланакилт из одноименного городка на самом юге Ирландии, в окрестностях Корка, собственно, в градстве Корка располагающейся, винокурня Каланакилт. И то, что сейчас у нас с вами в бокалах, Каланакилт с финишем, то есть с довыдержкой в течение пару месяцев, в бочках из-под Бортвейна. Бортвейна то же самое в той, то есть того Бортвейна, который выдерживался в бочках, бочки из-под которых остались, и ими пользуются многие производители виски. Виски Каланакилт, в отличие от предыдущего Гуа, в Россию ввозится, ввозится с торговым домом Арома, поэтому если кому-то не понравится, то икать будет в первую очередь я, как представитель этой компании. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Продолжаем знакомство с неизведанной, прекрасной, но такой вкусной, как говорим. Следующая виска, о которой мы поговорим, совсем коротенькая. Ну как коротенькая, если я так стараюсь покороче, потому что у нас сегодня целых 6 бросов, но тем не менее. Следующая виска, это единственный виски, который в своем названии имеет реального человека, причем не просто человека, человека прекрасного пола, целую женщину, исторического персонажа Грейс О'Мэлли. Грейс О'Мэлли это имя реально действующего лица, имя пирата, пиратки, если хотите, которая известна любому ирландцу, легенда, о которой ходит аж с 16 века. Поэтому на логотипе виски Грейс О'Мэлли стоит 1530, это не дата основания этой винокурни. Сейчас, да, ребята из Бушмасса могут выдохнуть, все еще старейшие. Может быть они будут слушать нас как-то. Дата основания торговой марки 2017 год. Итак, виски Грейс О'Мэлли, виски с морским пиратским карателем. Грейс О'Мэлли это последний на сегодня виски категории бленд. Дальше у нас пойдет, немножко раскрою карты, один сингл под стил и два сингл молта. Виски категории бленд. И я расставил бленды именно по такому порядку, исходя из количества солодовых спиртов в составе. В первом виски Буа у нас было 30%, дальше в Клон А'Килте было 40%, Ну а вот в этой замечательной пиратке целых 46% солодов спиртов. Так же как и виски Буа, Грейс О'Мэлли это компания. Компания, которая не имеет собственных мощностей, компания, которая не имеет собственных возможностей для перегонки спиртов, которая закупает спирты, но тем не менее это им не мешает делать по-настоящему интересные продукты, которыми мы сейчас с вами и наслаждаемся. Грейс О'Мэлли основана в 2017 году.